Главный принцип оформления сада тот же, что и в квартире. Использовать растения, которые будут расти именно на моем участке. А участок, уж так мне повезло, у нас песчаный и очень сухой. Ну, просто горячий песок летом. Поэтому у вас так много альпийских горок, да? Ну, даже не горки, я бы сказала, а именно вот такие вот, типа ракарии в клубе. Да, собственно, альпийская горка одна, ну и есть что-то напоминающее, да, ракарий, скорее всего. И растения, соответственно, которые растут в обычных условиях среди камней, на заизвискованных почвах. Вы что-то придумали, но как вам удается поддерживать ваш сад в таком идеальном порядке? Это нереально? Да нет, это реально. Просто приезжаешь на дачу, берешь в руки инструмент, надеваешь перчатки и все. Сначала газонокосилку в руки, подстричь газон, а там уже каждый цветок к тебе обращается, просит, сделай полей, подрыхли. Присесть некогда, все не понимаете. Ну, а каким вот цветам вы больше все-таки отдаете предпочтение? Вы знаете, мои любимые цветы – это маргаритки. Но здесь они у меня не растут, потому что они любят влажную, тучную почву. А вообще цветы люблю все. Люблю всякие такие маленькие вот такие очиточки, молодила. Почва покровная. Почва покровная, да. Мне очень нравятся. Камнеломки. Да что я не люблю, я все люблю. А муж является вашим единомышленником или пока что только работником по заказу? Муж мне очень помогает. Конечно, без него многое в саду не состоялось бы. Ну вот, например, если можно взглянуть, да? Вот общий план нашего сада. У нас трехступенчатый газон. Так? Ну, и кажется, что так оно и было всегда. Вот были эти уровни и все. На самом деле все не так. Все это приходилось очень много земли перетаскать, переделать, ландшафт. Это не так просто. Это как раз делал муж. Ну и чурочки опять-таки, вот я вижу. Да, обравление для кумб. Обравление, да, да. Вы знаете, оно ведь не только… Это не пластмасса. Нет, это не пластмасса, это дерево. Причем дерево не самое удачное для этой цели. Береза, она недолговечна. И вот эти вот ограждения для кумб, они не только декоративную функцию выполняют, но и на самом деле здесь тоже у нас большой перепад высот, и они как бы не дают… Удерживают почву, зонируют. Вот это вот, я вижу тут эскиз, это то, что вы предполагаете сделать уже будущим летом, да? Это моя мечта 2007, можно так сказать, вот такая беседочка в саду. Все остальное уже есть. Мощение с пилами деревянными. Здесь тоже чурочки стоят. Деревянный забор обычный. Дом простой, поэтому при оформлении сада нужно исходить из того, какой у вас дом. Какие-то такие материалы и использовать. Я предпочитаю дерево, камень, то есть естественные материалы. Пластик мне не нравится в саду. Хотя кому-то подойдет и пластик. То есть вы полагаете, что ваш сад ближе все-таки к естественному? К природному, да, да, это очевидно. К этому дяготите. Никаких прямых углов, никаких прямоугольников, никаких квадратов. Изогнутые плавные линии, полная асимметричность. Вот это вот визитная карточка. Да, ну а для того, чтобы вы поняли, сколько приходится работать, вот этот снимок, скажите, это что за снимок, характеризует конец рабочего дня? Вообще, это июньская ночь, которая плавно переходит в день. Закат, переходящий в рассвет. Да, это конец рабочего дня. Действительно. Продолжение следует...